Когда вот читаешь, вернуло хорошее настроение после большого провала. То есть вот человек пришел специально для того, чтобы поднять себе настроение. Сотни отзывов оставляют гости не только из разных уголков страны, но и планеты. Одна из последних записей, например, из Гондураса. Директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев читает все отзывы. Конечно, бывает и критика. Волки голодные, их здесь не кормят. Почему сделать такой вывод, мы не знаем, но вот кому-то так показалось. На самом деле животные, по всей видимости, не просто сыты, но и в целом довольны своей жизнью. Иначе бы так активно здесь не размножались. Сегодня в зоопарке более 400 обитателей. А начиналось все с небольшого зооуголка. Две курицы и два кролика, которые были куплены на старом базаре. И все это было уже больше 20 лет назад. Хотя официально зоопарк получил статус зоопарка 14 лет назад. И сегодня отмечает свой день рождения. Привет! Привет, Билли! Привет, дайте мой хороший! Привет! Услышал голос, да? В зоопарке очень много животных, которые бы погибли в дикой природе. Со сломанными лапками, отказники. Гиббон Билли, например, жил в квартире. Сейчас у него большой вольер и скоро появится подружка. Кстати, чтобы у Гиббона Билли и у других обитателей каждый день была чистая клетка, еда, вода, в зоопарке каждый день трудятся почти полсотни сотрудников. Иногда даже забирая животных домой. Все, скучился. Иди сюда. Иди. От трехмесячного Рика отказалась мама. Чтобы малыш выжил, зоотехники каждые три часа кормили львенка козьим молоком. Кого я только домой не носила, кого я только не выкармливала. У нас были и тигры, были и львы. Выкармливали сурикатов. Тоже сурикатов? Да. Так же вот. В переноске идешь до дому. Они очень благодарны в плане к тебе. Ты к ним хорошо, они тебе тепло дают. На день рождения обычно подводят итоги. В зоопарке за год построили несколько вольеров для новых питомцев. Там поселились Харзаба, Ибаке, Гиббон и Дальневосточный Леопард. Многое сделано по благоустройству. Также недавно в «Лесной сказке» открыли памятник собаке-герою Варе. Часто задаю вопрос детям, которые гуляют. Вы видели росомаху? И они говорят, нет тигров, видели львов, видели жирафов, видели в зоопарках, в других фильмах. А вот росомаху нашу алтайскую никто не видел. И мне очень хочется, чтобы в следующем году у нас обязательно появилась росомаха. И на этом, естественно, в зоопарке не собираются останавливаться. Мне часто задают вопрос, а что вам не нравится в зоопарке? Я очень часто отвечаю, многое не нравится, потому что мне хочется большего, мне хочется изменить, мне хочется сделать еще красивее, мне хочется сделать еще уютнее. И, наверное, пока вот это желание во мне есть делать что-то, зоопарк будет развиваться. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.